Абдул-Халим с 16-го года на Ахлю Суна, на Костегского говорил, на Гавариву, на меня наговорил, на тех, кто на Манахже Ахлю Суна, на Салафов. Кстати, Мухаммад Расула видео увидел сегодня, я в сториз закину ее, где он говорит, что мы все должны быть на Манахже Салафа. Это понимание четырех имамов. То есть, если так беспристрастно подходить, так это все люди и должны говорить. В общем, Абдул-Халим с 16-го года до 23-го, получается, 7 лет поносил на Ахлю Суна, и он жил в Украине, там, где были Муджахиды, и Абдулла Костегский был, и другие были, и его никто не тронул. Он уехал домой и начал задевать суфистов, и прямо в прямом эфире даже не успел закончить, к нам ворвались, задушили, побили и похоронили человека. Вот разница, кто мафия, кто бандиты, кто террористы, надо сейчас хорошо задуматься. Этот человек жил там же в Украине, там были много наших, и те, кто участвовали в джигаде, и знающие, никто его не тронул, даже пальцем не тронулся. Уехал домой, вот нету Абдул-Халимов. Он даже на сердце не жаловался, не болел. Те, кто близкие, знают эту тему, сказали, ворвались, побили его, задушили, и фото не показали, потому что будут шрамы, будут травмы, люди будут это видеть. Быстро похоронили, тему закрыли. Как они убили Муртазали, рахмам Аллах. Муртазали, доктор, он тоже сделал тахрик на книгу имама Ахмада, то есть растолковал его слова, и в конце написал, я тоже верю в Аллах, как имам Ахмад написал, у меня акида такая же. Имам Муртазали только успел серию лекций в рамазан месяц сделать, в течение месяца он рамазан делал, в конце, после рамазана его убили. Он не успел эти лекции докончить, уже его убили. Потому что против Муртазали, рахмам Аллах, знаний им поставить нечего было. Потому что Муртазали призвал акида имама Ахмада, имама Шафари, а они не хотели этому следовать. Когда у тебя нет против него худжа и научного долира, они просто его расстреляли. И в этом соучастники и суфистские, и муфтиятовские, не все суфисты, а муфтиятовские, это мафия, как мы сказали. И убийство Адул-Халима, также участники, суфисты из Думады. Конечно, с ними работают спецслужбы тоже, потому что часть спецслужб и милиции, это Мурид и Сайдафанди, они это совместно делали. Почему сейчас никогда не расследуют, кто убил его, его же расстреляли там бронебойными патронами. Даже не попытались искать убийцу. Как они могут сами себя искать? Убийцы же себя не ищут. В любом убийстве бывает, да, дело открывают, подозреваемые бывают, какие-то, да, к чему-то приходят они. Но когда они сами убивают, там вообще даже дело, что закрыто. Муртазали убили, Адул-Халима убили. Адул-Халима, когда на нас говорил, никто ничего не делал, нас муджасимам навязал, как только он начал их разоблачать и им говорить,